Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как выставить на мониторе частоту обновления экрана в 75 Гц. Если, конечно же, у вас монитор поддерживает такую частоту. У меня монитор этот поддерживает эту частоту, но я не знал об этом и пользовался им долгое время на частоте 60 Гц. Потому что мы, как обычно, нажимаем на разрешение экрана, открывается такое окошко, и мы в дополнительных параметрах обычно в мониторе выбираем вот здесь вот через обновление экрана. Но здесь 60 Гц, и ничего с этим не делаешь, потому что Windows не дает выставить больше, чем 60 Гц. Но при этом можно поставить больше. Для этого вы идете в панель управления NVIDIA. Если у вас, конечно же, NVIDIA, если не NVIDIA, то вам там надо поискать, как вам это сделать. Но для NVIDIA вы идете в панель управления NVIDIA, в дисплей, изменяя разрешение. И здесь, как видите, тоже 60 Гц, и ничего нельзя сделать. Но можно нажать настройка, откройте такое окошко, нажать создать пользовательское разрешение. Здесь уже есть какие-то предустановки, даже 75 Гц, но тогда разрешение уменьшится. А нам нужно, чтобы разрешение осталось такое же, как и было. Наше вот такое. И мы здесь ничего не меняем, просто прописываем 75 Гц, нажимаем тест, чтобы увидеть, как это будет работать. Оно думает. И что мы видим? Что-то произошло с текстом, он какой-то нечитаемый, что-то такое непонятное, что-то перекушенное. То есть такое вот, ну, нечитаемое. В итоге оно возвращается обратно. Либо мы нажимаем отменить. Почему? Потому что подключено по DVI кабелю. Поэтому мы, в принципе, можем даже здесь и остаться. Просто что сделаем? Также ставим 75 Гц. Что сделаем? Я сейчас отключу DVI кабель от монитора и подключу его по HDMI кабелю. В общем, кабель в монитор я уже вставил. Пока вы выполняете эти манипуляции, это лучше делать с выключенным, конечно же, монитором. Вот. Но я так уже сейчас вставлю в компьютер. Вот получается моя видеокарта. И я вставляю сюда HDMI кабель. Вот он, DVI, по нему сейчас подключен монитор. Вот он большой, беленький. А это HDMI. И после того, как мы подключили по HDMI, я думаю, что нужно отключить DVI. Потому что иначе оно не воспримет. Да, чтобы оно работало только по одному. Сейчас я это сделаю. Но, опять-таки, такие манипуляции лучше не выполнять при включенном. Всё. Я отключился по HDMI. Вернее, я подключился по HDMI и отключился по DVI. Хотя я думаю, что это можно было бы сделать. Даже не выдергивая. Просто зайти в параметры и выбрать здесь выбор входа. Что-то я вот затупил. Можно было зайти, вот, выбрать, в принципе, да. DVI. У меня сейчас по HDMI. Вот, говорит, HDMI. Можно было даже не отключать, а просто выбрать. Ну, да ладно. Сделал, как сделал. Теперь оно подключено по HDMI. И у нас 75. Тут же и ждёт нашего решения. Нажимаем тест. Уже существует. Так, а мы же уже не создавали. Отменно. Ну, вот, в принципе, оно уже есть. Потому что я до этого создавал для себя заранее. И оно сейчас работает на частоте 75 Гц. Вот, пожалуйста. Всё. Всё отлично. Настройка. Настройка. Отмена. Так, чтобы сделать отмену. 75 Гц. Да, настройка. И вот оно, как видите, у меня с частотой 75 Гц. Даже если удалить, вот. Ага, не даёт. Так, сейчас. Ну, в общем, вот я выбираю. 60 Гц. Часа обновления 60 Гц. И сразу, как видите, на том же разрешении, что было 60 Гц, только с HDMI кабелем появилось 59 Гц и 50 Гц. Плюс. Вы можете в настройке. Это у вас стоит 60 Гц. Всё. Оно применило. Вот это 60 Гц. Плюс вы можете в настройке. Вот даже если я удалю это разрешение. Вот. Никаких разрешений нет. Вы создаёте собственное разрешение. Здесь пишите 75. Просто, чтобы вы видели. Нажимаете тест. И с HDMI кабелем, как вы видите, всё чутенько. Нету никаких размытий, ничего. Так что всё ещё зависит от кабеля. Если у вас не работает 75 Гц, или вот такие вот глюки на экране, когда там текст накладывался, размывался, просто у вас не подходит кабель. И вот сейчас, видите, 60 Гц, а здесь 75 Гц. И можно применить. Всё. И оно работает на 75 Гц. Потому что HDMI кабель подключен. Всё. Пожалуйста. 75 Гц. Никаких проблем. Как вы тут уже видели, выбор входа – это у нас HDMI. Это же мог DVI не отключать, просто выбрать вход. Я просто забыл, что здесь есть такая настройка. Вот. И просто выдернул, и она автоматически переключилась. HDMI. 75 Гц. И всё идеально работает. Таким вот образом через NVIDIA можно настроить. Если у вас не NVIDIA, то тогда вам надо покопаться в своей программе и найти такую же настройку. Вот. И даже более того, теперь, вот зайдя сюда, обратно, в разрешение экрана, вот это вот, которое открывается, дополнительные настройки, монитор. Здесь вы тоже видите 75. И теперь уже можно настроить. 60 Гц, 75. А всё благодаря, благодаря HDMI кабелю. Вот. И даже перейдя, перейдя в настройки, информация, здесь тоже показывает 75 Гц. То есть монитор уже работает на 75 Гц. Но хотя, на самом деле я ошибался. Дело всё было в кабеле, потому что вот если выбрать 60 Гц, допустим, да, и удалить настройку этого NVIDIA, настройка, и вот эту свою собственную настройку удалить, которую мы создали, 75 Гц. И так оставить. То есть у нас только теперь 60 Гц. то всё равно через монитор, вот здесь вот, вы можете... Нет, не можете, да. Как я... Значит, нет, да. Windows вам не даёт, видите, убрать 60 Гц максимально, даже если вы подключаете ДВИ кабель. Просто я зашёл сюда, здесь увидел 75 Гц, и подумал, что можно через Windows. А оказывается, нет. Пока здесь есть настройка, то вы можете выставить через... Ну, то есть через стандартные средства Windows. Благодаря кабелю теперь у вас, помимо вот этих трёх настроек... Хотя нет, у нас было 60 настройок изначально. Теперь, благодаря HDMI кабелю, у вас есть много настройок, 59, 50, но оно всё идёт на уменьшение, но увеличения нет. Я уже хотел было сказать, что есть, пока была вот здесь настройка. Я уже даже удалил и думаю, сейчас покажу. А на самом деле нет. Я удалил, и оно отсюда исчезло. Оказывается, нет. Всё-таки без NVIDIA дело не обходится. Всё-таки вам всё равно нужно. Вот без NVIDIA вы не можете выставить 75 Гц, хотя монитор это поддерживает. Только с NVIDIA вы выставляете 75, задаёте свою собственную настройку, и тогда, только тогда, когда он всё применит, всё поймёт, всё запомнит, всё сохранит, только тогда вы сможете перейти на 75 Гц, и только тогда вам Windows предложит 60 Гц или 75 Гц. Я не знаю, переведя Windows на 60 Гц, сможете ли вы вернуться на 75 Гц? Да, можете. Пока создана настройка в NVIDIA, вы действительно можете и в Windows выставлять 75 Гц. но когда вы удаляетесь на видеонастройку, то тогда и система вам говорит, что она вам и не нужна, эта настройка. Но на самом деле, да, 75 Гц, даже сам монитор говорит о том, что я работаю на частоте 75-84 Гц, 75 Гц и 84 КГц. То есть, всё действительно работает. Вот. Как-то так. На этом всё. Всем пока. До свидания.